добрый вечер дорогие друзья сегодня прошел первый день тренинга эмоциональная свобода в Алмате решил сделать трансляцию выходить теперь буду чаще а то что-то запустил последнее время ни в перископ ни в инстаграм никуда не выходил сейчас нахожусь дома в Алмате вот пришел уставший вообще никакушный принял душ и в общем все хорошо опять охота жить как ваши дела сегодня было 13 человек на тренинге и тренинг был такой хороший потому что произошел как бы такой взрыв общий вынесла всех сразу практически добрый вечер вынесла практически все сразу и до часу дня мы проработали 9 человек то есть очень быстро а потом уже размеренно до вечера работали спокойно вот было проработано очень много очень много блоков боли много вытащили в общем очень глубоко как-то получилось некоторыми поработать потому что были люди которые приходили с индивидуальных сессий на индивидуальных их так не прорвало а вот именно на тренинге их в общем как рвануло сегодня то что прям сегодняшний день доволен была единственная усталость не скажу что приятное ну короче ну прям что-то сегодня вырубил уже у меня два в таком напряжении каком-то и душ вот спасает то есть и с утра и вечером поэтому кто устает я рекомендую душ мне очень сильно помогает в четверг поеду в баню в общем отдыхать отдохнул высплюсь и потом в пятницу прилечу уже вот здравствуйте уйма привет привет вот че еще рассказать то недавно мы купили горшочки и не знаю вы пользуетесь не пользуетесь купили горшочки для запекания в духовке и вот экспериментируем мы теперь каждый день практически готовим что-нибудь из этой серии я давно искал знаете котелок такой спасибо котелок этот глиняный вот как из русской печи и в общем оказывается наш алматинский керамический завод в общем такие штуки делает мы купили вчера первый раз спруга приготовила гречку в нем и в общем все вкусно замечательно в общем прикольно вот уже ну и зампи кут в таких еще не пикут на очень не было интересно это поэкспериментир привет жутко слов в общем лежит дышим наполняйся потому что у тебя много вышло сегодня и это хорошо поэтому качество основы посещать и было у вас весной это зависит от того как вы живете потому что всем хватает на разные как бы сроки моя дочь в профиле указан телефон 8701 930 773 это мой номер пусть на ватсап напишет мы там договоримся по времени когда я буду в алмате и когда смогу принять это можно будет вторник или среду чисто посещение вы зарегулируете сами и зависимости от того как какую жизнь вы живете нас настолько у вас было много стрессов или не было стресса в общем поэтому отслеживайте свои ощущения сами потому что нет такого там надо там три раза в неделю прийти или там раз в полгода приходить такого нету в общем привет привет динара вот еще очень инстаграм не сейчас больше трансляции нравится чем перископ и поэтому очень теперь я перешел в инстаграм перед перископе мне не интересно потому что то что мало подписчиков и плохо набираются из-за этого это интересный перископе вы здесь все здоровы здесь добрый вечер классно так и здесь есть ощущение прям такой вот беседы на кухне не там за столом в общем как будто мы все вместе сидим но во всяком случае мне ощущение как будто я здесь не один а у меня вот много народу со мной сидит онлайн-технологии вот эти новые технологии очень нравятся тем что сближают людей на расстояниях и это прикольно ну прям это прям очень нравится вот еще рассказать сегодня было очень очень хороший тренинг получился очень много было вопросов по поводу воспитания детей или там в общем с детьми было связано много вопросов было много вопросов было связано с взаимоотношениями полов как обычно то есть это такая тема которая очень актуальная и не всегда я могу подсказать как нужно себе вести мой расскажите пожалуйста про страх высоты страх высоты страх высоты не знаю честно говоря бывает и стильные страхи а бывают ложные страхи то есть бывает твой страх настоящий а бывает страх какой-то но не твой который приобретенный и то есть его раньше не было потом ты начал бояться то есть любые фобии это ну в общем приходите страх высоты сам очень сильно боялся высоты пока не полазил по парку веревочному и в общем с этого парка на третий раз все как бы не то чтобы перестал бояться но я более спокойно стал к этому относиться страх высоты преодолевается только когда ты идешь на встречу страху то есть любой страх он так и преодолевается страх публичных выступлений страх высоты страх чуть даже страх смерти его преодолевают путем погружения человека в процесс похорон что они как бы когда его хоронят там то натотерапия даже психологии с такой термин термина методика когда тебя типа хоронят короче и тогда в этот страх смерти он уходит то есть в любом случае надо идти на встречу страху и тогда страх будет выходить и чем чаще тем ну как бы его будет меньше и меньше оставаться мозг вот смотрите один раз ты напугался мозгу нужно 8 обратных подтверждений что это безопасно и тогда он перестанет этого бояться то есть один раз то утонул 8 раз надо не утонуть зайти в воду и тогда вот ты поверишь что можно не тонуть вот все такие дела еще вопросы тут просто пока больше нету если есть вопросы задавайте потому что очень это было у вас на приеме весной сразу же улучшил состояние зрения сейчас чувство усталость очки и дело весь период не носила видимо надо вам ну очевидно это да приходите приходите поработаем и опять все будет в общем проработаетесь единственно знаете чё с весны это такой достаточно короткий срок чтобы опять вернуться туда где вы были пропишите письма прощения еще в любом случае надо будет писать конечно придите на приеме потом пишите письма прощения аффирмации над собой то есть надо работать что для того чтобы не было таких откатов на вот и вы скорее всего на старые рельсы все вернули и живете так же как и жили очень важно после добрый вечер после сессии очень важно чтобы вы собой занимались невозможно я конечно не против что вы будете приходить раз в квартал но это немножко это то что вы не работали надо идти просить три дня просят надо встать идти и сделать просто и и дальше идти 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 в жизни так и бывает что даты у тебя получается получается потом раз как-то не получилось и очень важно уметь все равно вдох выдох кстати пойти сделать выполнить то те задания которые в общем даю ай ну рада добрый вечер и до месяца сломала ногу и сейчас еще хромая что посоветуйте знаете подумайте вообще какую ногу сломали на то есть это правое и левое в каком месте то есть бедро это голень это стопа то есть еще сломание скажите и очень важно правая и левая сторона все что связано у человека с вот смотрите если мы делим человека пополам правая сторона мужская него это женская все что с тобой происходит с мужчинами и твои взаимоотношения твоя работа это все справа взаимоотношения с женщинами мама там всю кровь золовка или еще кто-то это все слева и вот если ноги то ноги стопа это лицо с левой стороны были тянет могу ли я сама себе массирует дышать пускать ненадолго можете конечно смотрите правая нога стопа это не вижу себя в будущем с мужчиной то есть это вам надо написать как вы себя видите допустим через десять лет какой мужчина с вами рядом и что делаете в общем вам надо смоделировать свое будущее и тогда вашего вопроса как отпустить лицо с левой стороны болит тянет тянет могу ли я сама себе массирует дышать пускай пускай ненадолго в общем дышите и массируете будет будет отпускать так я не особо понимаю лодыжка это наверное стопа гирь правая нога лодыжка расскажите пожалуйста по-моему лодыжка это стопа да насколько я понимаю это это тоже самое не вижу себя в будущем с мужчиной то есть стопа это будущее голень это настоящее и бедра это прошлое то есть это все что связано с тобой как бы с какого периода на и правая правая нога с лодыжка это стопа это в общем не вижу себя в будущем с мужчиной отлично прям в точку уже начинает процесс но это здорово в общем вы как смоделируете модель свой 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 себя в с мужчиной то у вас не будет вопрос очень разъединится с повестки вообще в целом вот поэтому тело не обманывает по телу можно считывать по телу можно понимать что происходит и очень важно отследить и где на в каком месте там рука там нога там то есть вот и поэтому отслеживайте смотрите и очень легко и просто это все следить если понять логику да то есть я не умею запоминать это то есть на память и мне проще вывести логику и потом самому как-то это интерпретировать на то есть правая нога мужчина левая нога женщина правая рука мужчина левая рука женщина руки это левая рука не принимают то что я делаю как с женщинами если ты мужчина и не понимают то что делал как женщина это если ты женщина сразу рука не принимает то, что я делаю как мужчина. Если я мужчина, и правая рука, я не принимаю то, что я делаю с мужчинами, если я женщина. А левая ладонь сильный порез, это я все о работе. Левая ладонь сильный порез, это не принимаю то, что я делаю как женщина, за что ты себя ругаешь, за какие-то поступки, которые ты делаешь. В общем, в целом, если это примите себя как женщину, и перестанешь резать себе руки. Лишний вес. Лишний вес в основном это заедание, это бывает раз. Второе, это отсутствие внутренней похвалы, это два. Очень важно себя хвалить. И чем чаще ты будешь себя хвалить, тем меньше ты будешь есть. То есть, каждый раз, когда хочешь покушать, ты себя сначала похвали, и потом приступай к еде, если хочешь. Если не хочешь, то нет. То есть, есть чувство такого, не то что насыщения, но, в общем, внутренняя похвала, она уменьшает твои порции дневные. С лишним весом сам сейчас борюсь и делаю. Я отказался от ужина вечером, это продолжается уже 20 дней, где-то примерно, может, чуть меньше, может, две недели. Супруга всегда говорит, что я привираю. Ну, в общем, где-то около 15-20 дней я этим уже занимаюсь. Честно говоря, первое время вес резко ушел. То есть, пять килограмм ушло, потом килограмм вернулся, потом шесть ушло, и опять вернулся килограмм. И сейчас вес встал, в общем, и в целом ушло всего там пять килограмм. Потому что было максимально шесть. Потом, в общем, стало пять. В общем, много таких особо не ушло. Но этим надо заниматься. Это надо понять, что это образ жизни. Просто так рывками худеть, это, ну, в общем, не дело. Очень важно, чтобы было сбалансированное питание. И очень важно, ну, отслеживать, как бы... В общем, от ужина откажитесь и помогает. Вообще, самый такой действенный метод для похудения – это скотч. Да, закрите нафиг, круто, не кушайте. Все равно много едим. Поэтому мы толстеем. Добрый вечер. Чувствуете, чувствуется тяжесть в области живота? К чему это может быть? Так, если вы... Так, это, скорее всего, женщина, да, в общем, тяжесть в области живота, если тянет низ живота, да, и вы женщина, если, ну, как бы, в основном, то это, знаете, где-то, скорее всего, идет передавливать женскую энергию, и вы ее, как бы, не пускаете. Из-за этого идут перекосы, и, в общем, как бы, из-за этого болит низ живота. Так очень часто бывает, и поэтому примите в себе женщину, и, в общем, это пройдет. Вот, ну, примерно так. Попробуйте почитать аффирмации женские, да, и будет потихоньку-потихоньку это будет отпускать. Еще причиной бывает эта зажатая сексуальная энергия, как бы, помимо всего, и ее нужно будет, ну, как-то тоже выпустить. Есть два метода, то есть это найти мужчину, и второй метод, это, ну, как бы, там чуть немножко продавить, чуть немножко будет больно, прокричитесь, она будет, в общем, напряжение уйдет и перестанет тянуть низ живота. Игорь, у меня проблема такая, грыжа в поясничном деле. Раньше бывало, что 2-3 месяца один раз перехватывала и через несколько дней отпускала. А вот последнюю пару месяцев эти боли вообще не отпускают, я так понял. Алтенбекова морал. В общем, морал, смотрите, если вы находитесь в Алма-Ате или в Астане, в общем, приходите на индивидуальные сеансы, потому что грыжа и вообще боли в спине, это стресс первый раз, это нагрузка финансовая 2, это неуверенность в будущем 3, это вот все, что про поясничный отдел, да, это, скорее всего, L5, L4 позвонки, потому что они больше всего страдают, у вас разная длина ног, надо будет стоять ноги на месте, выправлять таз, копчить и весь позвонок выстраивать. Это делается все за один сеанс, то есть мы вытаскиваем с вас эмоции, то есть выпускаем, да, у вас тело расслабляется и потом вправляем вам, в общем, весь позвоночник. Но сеансов нужно как минимум 3, да, то есть 2-3 сеанса, ну, вообще рекомендую 3. Первые 2 сеанса с интервалом в один день, третий сеанс уже можете приходить тогда, когда заболеет, если у вас нет сколиоза прям сильного, если сильный сколиоз, то это немножко дольше. Это вправляется очень быстро и легко, поэтому и безболезненно. Больше эмоций боли вызывает, чем вправление спины. не отпускают, две недели более. В общем, в Астане приходите, на WhatsApp напишите, мы с вами говорим даты, это, скорее всего, будет через, ну, туда 25-го числа, скорее всего. Ну, в общем, договоритесь и приходите. Так, что еще? Так, не отпускают 2 недели, это, в общем, да, это у нас отгрыжа. В общем, приходите и я говорю, я была у вас один раз прошлой весной, хорошо. Смотрите, если у вас до сих пор вы у меня были на сеансе, мы спину вам вправляли, не вправляли, потому что там, знаете, как очень важно, вот не надо так приходить, вот один раз поставили и потом в следующий раз, потом, когда осенью приходите, да, почти, это спина, ее нужно очень, ну, как бы выправлять методично. Не надо вот так, чтобы там раз там поставили и приходите, потому что, когда чуть-чуть болит, вы не часто болит, и потом уже, капец, когда ходить не могу. Это нужно приходить, ну, как бы периодически, первое время, а потом уже можете делать, что хотите. То есть, выстроите свой график, посвятите себя своей спине и разберитесь со своей работой, потому что это 100% из-за работы. В любом случае это какой-то стресс. Или отсутствие работы, или наоборот, слишком много. То есть, это позвоночник по финансам очень сильно бьет. Поэтому с этим разберетесь, будет легче. Так, что еще? Вот. Так, тут такой вопрос. В общем, я такие вещи не вижу просто. Я пару раз случайно что-то там увидел, но я такие вещи не вижу. Поэтому это вопрос не ко мне. Есть люди, которые действительно что-то там видят. У меня такого видения нет. Я больше материалист и больше я практик. То есть, я то, что вижу, то, что щупаю, я это знаю. То, что я не могу видеть или пощупать, у меня в этом есть такое сомнение. У меня, в общем, с мозгом мы как-то очень странно договорились. Поэтому этот вопрос не ко мне, наверное. Говорю, вот пару раз увидел, больше не хочу. Ну, как бы не то, чтобы этот. Я, как бы, мне без этого хорошо. Вот. У нас с мозгом, в общем, свои договоренности. И поэтому мы, в общем, так и живем. И только из-за этого живем спокойно, да? Что еще? Потом мы делаем еще лимонады придумали. Делаем теперь сами. Еще прикольно. У вас какая погода в Астане? Потому что в Алма-Ате что-то дожди идут. Вчера был дождь, сегодня была непонятная погода. В Астане я так понял, что у вас прохладненько. Да, немного. О, Маргарита, привет. Как дела? Рад тебя здесь слышать. Сегодня дождик. Здравствуйте. Круто. Вообще, инстаграм что-то нравится мне прям, люблю. Это люди, которые прям издалека, их видно всех. Привет. Любви вам всем большой. Классно. Привету к вам, может быть, еще когда-нибудь. Все отлично, мама сказала, у тебя эфир. Мама следит, да? Мама, классно. Стал больше внимания уделять эфиру, потому что что-то в последнее время у меня, в общем, не было. Ни в инстаграме, ни в перископе. И хочу сделать видео для Ютуба. Я их выкладываю в Ютубе. В общем, там чего-то происходит, там какие-то подписчики подписываются. И очень приятно. То есть, вот этот эфир, который будет, да, вот все эфиры, которые я делаю, будут они в Ютубе, так что, если что, заходите туда. Канал «Эмоциональная свобода», в общем, там можете пересматривать какие-то вещи, если они несут какую-то ценность для вас. Мне просто я выкладываю, делюсь, я не знаю. Потому что очень часто, знаете, бывают такие вещи, для меня они как бы элементарные, а людям как-то помогают, да? И, в общем, поэтому делюсь как есть, не умею видео как бы клеить, там, монтажом заниматься. Поэтому выкладываю в том виде, в котором вы видите, и, ну, это просто, там есть момент, что можно отмотать вперед-назад, так что, в общем, посмотрите. Такие дела. Что еще рассказать? Мои последние какие-нибудь... В общем, не знаю, я сейчас, знаете, одно время были там инсайты за инсайтами, там какие-то вещи я узнавал, чего-то не узнавал, но сейчас просто какая-то усталость такая, я вот на каких-то этот жду прям отдыха, когда отдохну, жду четверга, потому что пойду в Воросан, в общем, буду валяться там 12 часов, ну, если получится, ну, часов 8 точно поваляюсь. Посплю, вот, прямо жду, не дождусь, вот, себе выходного. Вот, а понедельник буду просто безобразничать, лежать дома, пойду на сайкл, потом схожу на массаж и, в общем, буду спать дома целый день, и, в общем, будет мой. В понедельник работать не буду. Вот такие дела. Так что вот так, если есть вопросы задавать, я чуть еще поотвечаю, и все тогда. Если вопросов не будет, в общем, тогда мы на сегодня эфир завершим, потом посмотрите его обратно в этом, в Ютубе, кому будет интересно. Так что вот такие дела. В общем, всем пока-пока, доброй ночи, всем спокойной ночи, еще буду выходить через Инстаграм и буду, в общем, какие-то вещи транслировать. Астану обязательно покажу, съезжу, если получится, зайти на Экспо, и будет время, зайду на Экспо, в общем, сделаю прямую трансляцию оттуда. В край сделаю трансляцию из Баттирека тоже, ну, в общем, посмотрите, покажу. Вот. Так что всем пока-пока, встретимся в Астане, в Астану прилетаю в пятницу, следующую, и будет тренинг 22-23 числа, тренинг в Астане. Так что всем пока-пока, это июль 2017 год. На всякий случай, если это для потомков, это все-таки плевок в вечность, это же останется, я так надеюсь, что Ютуб-компания долго будет, и потомки, в общем, увидят. Все, всем пока-пока, давайте, до свидания, всем доброй ночи, всем любви, добра, любителей. До свидания.